Прекрасная вообще атмосфера, неформальная, просто поднятая рука, задаем вопрос, общаемся. Александр Александрович Козлов, давайте поаплодируем, министр природных ресурсов и экологии. Готов ответить на все вопросы, буду говорить честно и правду, хорошо? Так что не удивляйтесь. Поднимите руку, кто дома сортирует отходы, давайте так. Обе руки даже. Я после первой недели сортировки глянул, сколько вообще пластика за неделю выбрасывается и был в шоке. Мы столкнулись с тем, что сейчас уже битва идет на мусорной площадке. Кому будет принадлежать мусор? Вот та фракция, которая сортируется, она обычно как раз востребована в последующей переработке, за нее готовы деньги платить. Ну и коль вы затронули тему мусора, недавно сделали предложение, правительство Российской Федерации, Виктория Валерьевна Абрамченко нас поддержала. Вот смотрите, вот холодильник, телевизор. Вот он у вас сломался, вы захотите купить какую-то запчасть или что-то поменять, в сервис придете, вам скажут, полгода надо ждать, эта запчасть стоит кучу денег. И в итоге ты говоришь, да ну его в баню, я его выкину, лучше проще новое куплю и так далее. Вот наши коллеги в ЕС, они сделали следующее, они предусмотрели регламентные требования производителям товара, которые обязаны в течение 70 лет, во-первых, выпускать эти запчасти. Второй момент, они должны быть доступны и в цене, и в сервисе. Потому что тот же холодильник, он как морозил, там, два года назад, три, он так и будет морозить. Утилизировать его или там пластиковую бутылку, это две большие разницы. И то пластиковые бутылки, пластиковые бутылки розы. Если это белый пластик, то его сейчас заберут. А такой цветной, химического цвета, он не перерабатывается. Маркетолог прекрасный говорит, вот, сейчас мы сделаем там его, все цвета радуги, и все будут его разбирать. А то, что он 100 лет 200 не перерабатывается, человек не думает об этом. Главное продать его. А вот наша задача сказать, что вот, если вы видите бутылку вот такого-то, такого-то цвета, то она не перерабатывается, не покупай ее, наоборот. Два законопроекта, я о них скажу. Это очень важно, потому что мы сейчас пойдем в Госдуму, будет много дебатов по этому поводу, но я считаю это важно. Первый закон, это расширенная ответственность производителя. Мы считаем, что производитель товара должен отвечать за упаковку, которую он нам продает. То есть, сразу за ее утилизацию. Сам заказываешь, как маркетолог, какая тебе упаковка нужна, и, соответственно, ты ответь, пожалуйста, за ее утилизацию. Сразу рублем. У меня маленький сын, я купил ему такую машинку автобусом. Вот такая коробка. Я на кассе заставил ее разобрать. Зачем вот это нужно? Мы же не коробку покупаем. Там еще не поймешь, что дороже стоит, коробка вот эта или эта машинка. Второй момент. Многие вещи можно использовать вторично. Сегодня это не является каким-то оборотом. И самое главное, тот, кто является заказчиком услуги, допустим, дорожной работы. Вот дорожники готовы что-то делать. А у нас есть шлак. Есть еще ряд других отходов, которые не используются нигде. Но их можно запускать во вторичные. И когда мы им дадим этот статус, и мы разговаривали с председателем правительства Михаила Владимировича, он у нас поддержал о том, что должны быть в отрасли квоты какие-то определенные. Тогда они будут заинтересованы найти эти вторичные материальные ресурсы и выкупить их. Экологическая политика – это не только сохранение природы нашей страны, но и забота о наших братьях меньших. По тем данным, которые сегодня видим мы, у нас больше полумиллиона бездомных собак и порядка 150 тысяч кошек. Это по тем данным, которые идут из муниципалитетов. Я, честно говоря, сильно в этих данных сомневаюсь, потому что найти бы того человека, который их считал. Но мы видим цифры тех питомников, которые готовы их принять. Соответственно, этого количества недостаточно. Эти питомники нужны, нужны правила обращения стандарта. И президент Владимир Владимирович Путин об этом говорил, я накратно посыл. И нам нужно понять, что на уровне муниципалитета это тот слой власти, который как раз ближе всего к людям. Надо понять, что это приоритет. Вы как министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации можете посодействовать тому, чтобы экологию как предмет вернули в школы. Я с Кравцовым, руководителем министерства, Сергеем, переговорю по этому поводу, обсудим с ним. Но то, что экология должна быть, люди ее должны изучать, это факт. Мы даже сейчас в рамках нашего нацпроекта «Экология» готовим в том числе предложение о том, чтобы был проект, связанный с образованием. У нас был предмет такой природоведения раньше. У нас даже телеграм-канал есть такой природоведения. Мы находимся в прекрасном природном месте. Хочется вспомнить про лесные ресурсы. Мы взяли мониторинг тех пожаров, которые к нам в лес зашли с полей, отжиги, ну, больше 80% от того, что мы имеем. Ну, то есть, когда к нам заходят. И вот на примере Тюмени, которая горит в глазах, мы неделю коллегу просили в разной форме отреагировать на то, чтобы это потом не зашло в лес с привлечением органов надзора и иных коллег. Но, к сожалению, есть как есть история. Сейчас будут оценки данные определенные. И вот наша задача с точки зрения пожаротушения – научиться предвидеть историю. Мы даже сейчас, я благодарен Михаилу Владимировичу Мишустину, у нас поддержал еще 3 миллиарда рублей, получили уже на осенний пожар. Те показатели, которые сегодня есть по пожарам, они, конечно, лучше, чем в прошлые годы. В действительности многие регионы подтянулись. И видно, что ответственность за нарушения в этой сфере многих начинает пугать и более ответственно относиться. Каждый год мы слышим какие-то опасности, которые дамоклым мечом нависают над Байкалом. То там целлюлозный бумажный комбинат, то строительство железной дороги. Я был недавно в Иркутске, ездил на бывший целлюлозный комбинат, который был закрыт в 2012 году или в 2013. У нас в стране не было законодательства, которое несло за собой ответственность собственников бизнеса, который имеет первую-вторую категорию опасности и несет угрозу за собой. И вот спасибо президенту, он нас поддержал, мы ему докладывали об этом, о том, что нам нужен этот закон. Мы его написали вместе с бизнесом, мы их призвали к этой работе и сказали им о том, что, коллеги, ну если вы хорошо ведете бизнес, то вам нечего бояться. А если вы плохо ведете, ну извините, тогда вы ответите. Привлекли наших коллег из Русатом, сделать так, чтобы то, что осталось, это было утилизировано, переработано и ни в коем случае не попало в Байкал. Мы эту работу уже начали. Третье, я встречался с Олег Валентиновичем Белозеровым, руководителем российских железных дорог. Мы обсуждали стройку железной дороги возле Байкала. Я вам сразу скажу, деревьев рубаться там не будет, потому что наши предки ранее уже продумали это и площадка была подготовлена. Но мы понимаем, что будет подниматься слой почвы, ряд других вещей. Мы договорились, что это все будет совместно с экологическим надзором за каждым видом работы. Они готовы не только поработать по Байкалу. Вот, допустим, кто с Улан-Удэ есть? У вас есть там щелочное озеро такое в центре ЛВН-Удэ? Вот Олег Валентинович обещал вместе с губернатором, что он поможет его ликвидировать. Все хотят посмотреть Байкал. В нашей стране до сих пор нет понятия экологического туризма с точки зрения закона. Вообще не существует. Мы написали законопроект. Он сейчас находится на рассмотрении в правительстве Российской Федерации. То есть мы хотим, чтобы появилось понятие, что такое экологический туризм, что можно сделать, какими документами регулируются взаимоотношения с тем, кто готов в этом участвовать, какие требования, стандарты в привязке к заповедным зонам и не только. Волга-Ахтубинская поймать, прямо через нее дорога проходит, но она постоянно загружена. Я ежедневно еду на работу, стою в огромных пробках. И есть решение, как такой транспортный вопрос преодолеть. Это построить мост, который идет прямо через лесной массив. Только по официальным данным более 8,5 тысяч деревьев придется вырубить. Этот проект уже утвержден, но жители просят рассмотреть альтернативу. Но официальной версии Министерства природных ресурсов и экологии еще нет. Для любого разумного решения есть определенный объем информации, который нужно учитывать. Там 8,5 тысяч столетних дубов. Честно скажу, где тот человек, который их считал, мне никто не сказал. Сказали, ну есть вот карты лескозов, мы примерно берем лесистость, ее присчитываем, формула на формулу и примерно вот так. Кроме этого, мне поступает информация, что там в этой пойме есть поселок, там живут небедные люди, которых очень беспокоит о том, что рядом с их поселком пройдет дорога. То есть там дорогостоящие дома и так далее и тому подобное. Ну и кроме этого, есть сводка о том, что та дорога, которая сейчас существует, при ее пропускной способности 6 тысяч машин в сутки ездит 30 тысяч. За прошлый год мы похоронили 18 людей, из них 6 детей. Потому что своевременно до сих пор не построили нормальную дорогу, которая соответствует тем требованиям, которые есть. Нужно все это оценить, посмотреть и, честно говоря, задать вопрос в том числе строителям. О том, что, а какие вариативности еще были, с учетом того, что я сказал. Потому что я до сих пор не увидел предложения, какие варианты могли быть. Из того, что даже те, кто критикуют, скажите, хорошо, но не так должна быть, а вот так. Может, объезжать будем или еще. Что мы будем делать? Ключевое, надо вот это все взвесить на месте, посмотреть и оценить. Я планировал, в том числе с теми людьми, которые пишут, пообщаться. И вместе сверить часы, что происходит. Вот после того, когда мы это увидим, мы тогда выскажем позицию. Но я сразу вам скажу, наша позиция будет сбалансирована с точки развития региона и вопросов экологии. Планируется ли какая-то дальнейшая работа по модернизации сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха? Мы сегодня вместе с бизнесом ведем разговор о том, что должны быть приборы учета на местах, где мы видим загрязнители. Сегодня на Северстале были, допустим, коллеги, а когда появится сегодня прибор на вашей трубе, который идет сигнал и говорит о том, что выбросы нарушены или еще что-то. Поставь приборы и информируй муниципалитет, мэра города данными. Есть определенная служба, она мониторит, видит отклонение к красную зону, она начинает реагировать, правильно? По датам, по часам, по времени. И самое главное, можно понять, что произошло в этом этапе времени. Мы идем больше вот этим путем, мне кажется, он более правильный. Давайте поаплодируем, прекрасная беседа выдалась под птение птиц, может быть, какое-то тоже напутствие самое финальное. Самое главное, предлагайте что-то, видите, предлагайте, структурировано, спокойно, не стесняйтесь говорить о том, что до конца не понимаю, но вижу, что что-то не так. Давайте вместе это обсудим. Спасибо.